всем здравствуйте дорогие зрители сегодня хочу поделиться мастер-классом как сделать такую красивую арку и украсить свою комнату к новому году видео я это взяла из интернета но единственное видеоролики там очень маленькие показывают из чего эту арочку сделать и уже конечный результат со всеми тонкостями и нюансами которые в процессе создания этой арки мы с мужем коснулись но хочу поделиться сделать коротенький видеоролик записать как мы ее сделали кому интересно оставайтесь на хочу сделать очень красивую арку девочки но столкнусь такой проблемой просто я буду украшать делать хочу вас предупредить вдруг вы тоже вам понравится такой вариант украшения комнаты я увидела в интернете мне очень понравилось и решила тоже так сделать единственное я вот развернула свою елочку и я немного расстроена потому что на всех видео которые я смотрела девчонки на трубу сейчас вам ее покажу наматывает вот так вот спиралькой они указывали размеры сколько надо ну я же заказала две потому что по размерам как у них надо мне тоже две девочки но проблема в чем я даже когда заказывала в интернете не могла подумать что что она на вот таком железном твердом каркасе я не могу его так вот намотать на штангу она не намотается я хочу просто вас предупредить если вам понравится так как я сейчас украшу комнату чтобы вы когда покупали имейте в виду что есть на вот таком жестком тут как проволока такая вот они соединены она очень жесткая и она не легкая я думала будет как вот дождик типа такого вот формата вот эта часть будет мягкая просто обмотаю и все она очень длинная теперь наматывать мне ничего не надо но мне этой длины хватит у меня по моему три метра или 2 80 вот у меня их две теперь одна мне не нужно она может я придумаю в спальню варианты тоже украсить комнату ну я сначала очень конечно расстроилась но потом я придумала какие-то все сделают в общем смотрите видео почему я вам об этом говорю потому что она девочки тяжелая она нелегкая я надеюсь моя конструкция не завалится то что я придумала будем украшать комнату девочки рассказала я вам по поводу вот этой гирлянды будем украшать вот этот проем для этого я купила вот такую раздвижную штангу для ванны обычную вы можете брать любой размер я потом в описании напишу какой размер нам надо не разные есть короче да 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 так гирлянду будете покупать девочки желательно наверно чтобы она была полегче это тяжеленькая смотри давай так определим сейчас как мы будем я же хочу чтобы тоже и с напуском было какой напуск на какую сторону сделаем больше один длиннее один короче не а так красиво там где короче а потом идет вот так немножечко длиннее ну так красиво я так вижу да я предлагаю штангу снять для того чтобы крепить и но если бы она так легко обматывалась мы бы так вот намотали это я вам просто рассказываю идеи как вы можете сделать так как у нас стальной вот это ну как как она называется же не тут с проволок жесткая тогда мы будем крепить на зажиму где они у нас лежат вот эти вот на стяжке на стяжке будем подвязывать я уже подготовила шары я сделал здесь короче то что давай вот это длиннее вот от самый верх девочки время не поднимать можно ниже чуть-чуть штангу хорошо нет сейчас мы ее выровняем до но мы там все равно огоньки будем наматывать посмотри давай как нам лучше огоньки намотать сейчас пока мы не расправили ее штангу потом можно и выше поднять ниже на думаю выше не надо потому что сейчас вы веточки расправлять и будет не хотят чтобы та сторона была длиннее ну ладно пусть будет это я бы еще вот мы сколько этих сделали может на еще на одну подвязать или она хорошо давай еще прихватим давай очень хорошо на вот этих вот зажим чеках я сразу у них подумала я конечно сразу расстроилась я же видела девчонки видео вот так наматывали а потом в другом видео видела девушка но она на полу правда это делала все вот такими вот зажимами зажим или как они правильно стяжки стяжками подтягивала все отлично главное чтобы эта конструкция у нас не упала длина вот этой гирлянды по моему 270 слабовато же еще с одной стороны ну сейчас порасправляем посмотрим ну да как-то жень жиденько жиденько очень много видно пробела я предлагаю еще одну доставать тогда достали мы вторую ветку свою потому что но слабовато видите какие пробелы а так ты расправил очень даже хорошо давай теперь эту сторону делаем длиннее а то короче ну как раз будет пышной стой с той стороны да так подожди так как с этой стороны нашу давай женяет ночью как дудухнет ну ничего поднимем ну а ну ну как распорка крепко держит и она такая ну шума там сильно такая тяжелая все таки это лучше сделать на полу чем на весу она не очень удобно сейчас мы все соединим наверное сразу же намотаем огоньки гирлянду так будет удобнее и куська вот уже футболиста стяжки вот эти лучше брать такие темного цвета чтобы их не видно было ниши белые есть да не на такие черные лучше брать вот так она выглядит сделали мы две теперь будем пробовать тулить вот этот край на пружине вот этот вот там да по максимуму распирать давай придержу 1 хорошо держалась две конечно тяжесть вес я не знаю сколько она весит 1 ну когда две ветки намного красивее мне кажется пышно да гуще пышно и не видно тогда уже этой штанги ну там так чуть-чуть но это надо присматриваться расправить надо вот там надо там ветки опущены мне нравится красиво мы сразу договариваемся если вдруг она будет у нас ночью падать или днем чтобы никто не расстраивался игрушки будут не стеклянные да красиво ну знаете еще в чем проблема с вот этой штангой женя сказал если бы была стена ровная а у нас же стена идет немножечко вот так под углом и теперь ну возможно если бы штанга стояла вот здесь она обстояла четко ровно я думала подумала об этом но так как я заказала размер сюда она для этого большая не подходит сюда да меньше размер наматываем огоньки чуть-чуть с огоньками у нас получилось хотели но одного цвета лучше получилось как обычно но эти зеленые их и не будет видно но они разноцветные но ничего страшного а а а а а а а а а можно шары украсить тоже на вот эту вот застежечку можно просто развесить там не сильно прям оделась эти шарики красные такие шои тут всего 4 я одно поставлю с той стороны одну с этой стороны вот этот шарик можно мне снять хочу а я сюда сердце повешено будет у нас посредине из то есть так вот внутри увешаю кто разница не я этот шар большой лучше повешу нормально отлично отлично не всегда желтенький тут все у нас Красный почему-то. Ну сними из красного. А вот еще из красного. А вот желтый на желтый. Ой, Жень, знаешь что у меня еще есть? Что? Маленькие. Маленькие, легенькие. Я увезу тебя на оленю. Давай так оленю пусть будет по бокам и с той стороны. Тогда вот этот убирай. Нет, тогда сюда не сюда. А вот сюда его тогда лучше повесить оленя. Ну давай, а сюда шар, да? Да. О, красиво. Угу. Тут не хватает мне вот такого вот шара. Ну ладно. А, вот такого большого, конечно. Красиво смотрится. Там. 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 Красиво вообще. Красота не описываю. Вот так получилось. Сейчас включим свет. Вы видите, какая красота. Вот такая арка у нас получилась. Мне кажется, очень красиво. Оцените нашу работу с мужем. Мне кажется, понравится и вам. Идея вам будет, как украсить свою комнату. Можно на любой проем. Некоторые украшают и между окнами, и между откосами тоже можно украсить. Мне нравится. И вот так смотрится с кухни. Вот так. Украшайте тоже красиво свою комнату, девчонки. Скидывайте мне свои работы. Что у вас получится. Надеемся, что вам понравился наш результат. Поддержите, пожалуйста, нас лайком. Нам будет очень приятно.